Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я начинаю новый влог. Сейчас вот оделась, выхожу. Сейчас раннее утро, но я записалась на лазерную эпиляцию. Быстренько сделаю процедуру и вернусь назад. У меня вот этот жакет, который изначально, кстати, мне не понравился, но я его ношу. Как вы знаете, планы на 2023 год сделать всего два заказа Шейн. И уже прошёл почти месяц 2023 года, и я не сделала ни одного заказа. Так что я умничка, молодец. Эти люди, которые писали мне в комментариях, что ничего не получится, и всё равно ты будешь заказывать. Нет, те цели, которые я поставила в этом году, я просто обязана их достичь. Я уже дома, там вам снимать не стала, но на улице такая офигенная погода, что мне хочется куда-то даже сходить. Но так как на улице солнышко, я прям после лазерной эпиляции, могут быть пигментные пятна, тем более я делала лазерное лицо. Поэтому, наверное, выйду чуток попозже, под вечер, когда уже солнышко сядет. А это мой завтрак. Мои любимые бутерброды, которые я ем почти каждый день на протяжении уже недели. Отварила два яйца, две конфетки, и здесь у меня чай. Я, пожалуй, посмотрю Соболева, люблю его выпуски, очень интересно и информативно как раз. Меня зовут Николай Соболев, мне так нравится, как вот это говорит. Время 14 минут четвёртого, и у меня есть плюс-минус три часа до шести, потом я начну уже одеваться и выходить из дома. И за это время я хочу доделать коллекцию. Доделать всё-таки, наверное, не получится, потому что у меня готово всего три пакетика. В общем, в коллекции будет восемь. Здесь внутри уже есть бумажные сюрпризы, я всё заклеила, ещё каталог даже не оформляла. Вот здесь у нас на половине. Просто посмотрим, какой объём работы можно проделать за три часа. Постоянная работа, плюс я сейчас стараюсь работать на скорость, быстренько всё это рисовать и очень быстро разукрашивать. Здесь, естественно, у меня, как всегда, творческий беспорядок. Уже который раз пытаюсь заснять этот дубль, мне постоянно пишут, что вот здесь сверху появляются сообщения, потом приходится переснимать. В общем, все идеи я всегда беру из Пинтереста, когда у меня есть свободная минутка. Когда я с кем-то болтаю по телефону, я лазаю здесь и выбираю картинки, которые я могу нарисовать. Например, вот эту картинку я уже нарисовала, но немножко по-другому. Вот, сейчас покажу. Вот, немножко по-другому, но всё же. А так, все идейки отсюда. Здесь очень большой выбор всего на свете, и я это всё стараюсь рисовать. Время без двадцати, и за это время я успела нарисовать оставшиеся четыре пакетика. На самом деле, нарисовать несложно, больше времени уходит на разукрашивание, на детали все эти. А так нарисовать у меня буквально три-четыре минуты, быстро-быстро всё рисую. Вот, а разукрашивать, понятное дело, буду долго. Я тут рисовала, мама притащила вот такое ведёшко. Так открывается, это для мусора. Два монота, да, стоит? В общем, у меня была мусорка, но она была очень маленькая, очень быстро заполнялась, и мне неохота вставать, поэтому попросила маму купить побольше. И вот теперь вот такой вот мусор кладём сюда и закрываем. Вау, посмотрите, как красиво получилась зажигалка. Правда, много времени потратила на разукрашивание, но получилось очень красиво. И, кстати, я ещё успела смонтировать два видео в Шотс и уже выложить и на бумажный канал, и одно мотивирующее видео на Айка Эмире. Обязательно заглядывайте в раздел Шотс, там у меня новое видео. Вы знаете, я даже справилась на полчаса раньше. И вот такие у меня зажигалки получились. Сейчас, наверное, даже успею приклеить их, сделать пакетики и вырезать. Потом уже буду краситься. Но это уже готовые варианты. В общем, я молодец. Кто не в курсе, не в теме, я делаю из этих рисунков пакетики. И внутри будут маленькие зажигалки, которые мы будем клеить в каталог. И ещё, кстати, не обращайте внимания на мой стол, который весь в клею. И он не грязный. Его невозможно отмыть уже в таком состоянии. Клеёнка, рабочее пространство, так скажем. Рабочие моментики, творческий беспорядок. Чтобы это всё вырезать, нужно, чтобы это высохло. Я поставила около батарейки, а сама бегу мыть голову. У меня очень чувствительная кожа. И несмотря на то, что прошло уже 3 часа после лазерной эпиляции, всё равно краснота не прошла. По идее, мне нужно где-то 24 часа, чтобы кожа пришла в себя. И только после этого делать макияж. Но выбора не было. Нужно было выходить из дома. И макияж мне всё-таки пришлось сделать. Я стараюсь правильно распределять своё время, чтобы всё успеть. Например, пока сохнут бумажные сюрпризы, я мою голову. Пока будет сохнуть голова, я врезаю бумажные сюрпризы. Поэтому мыть голову я пошла намного раньше, чем это надо было делать. Чтобы потом продолжить работу уже с мокрой головой. И она потихоньку бы высыхала. Параллельно, пока я это всё делаю, я смотрю ютубчик, чей-то влог или ещё это интервью. Что-то интересненькое. У меня рядом там стоит ноутбук. И я, можно сказать, просто слушаю какие-то передачи в процессе работы. Мне это очень нравится. В последнее время, когда делаю макияж, я постоянно ставлю ринглайт для дополнительного освещения. Вы видите все недостатки вашего лица. И это гораздо удобнее. Так что я тоже ставлю ринглайт. А ещё обратите внимание на мой шкафчик. Посмотрите на этот порядок. Это я утром, кстати, сделала. Надо было тоже заснять вам, показать. Вообще решила, что буду снимать абсолютно всё. Интересно или нет, уже решать вам. Смотреть будете или нет, смотрите сами. Но я буду снимать. Не пугайтесь, это ещё не конечный результат. Я ещё делаю мейк. Вы знаете, я тут так подумала. Сначала хотела на машине поехать. А потом я думаю, а куда я её дену, когда вернусь. Сейчас время 8 часов. Я только сейчас выезжаю. Лучше уж я возьму такси. Но зато обратно у меня не будет никаких проблем. У нас во дворе такая проблема. Некуда деть машину. Если ты поздно приезжаешь, мест нету. Мне надо решить вопрос с гаражом. И чувствует моё сердце, что эта проблема будет в скором времени решена. И вот в таком случае мне легко будет уезжать в любое время и возвращаться. И у меня всегда будет своё место в гараже, во дворе, так скажем. А так машин настолько много, что стоят уж в три ряда. И потом ты оставляешь там свой номер. И тебе утром, не знаю, там в 6-7 звонят. И говорят, убери свою тачку отсюда. Я хочу выехать. У меня это не получается. Чтобы избежать этой ситуации, я, наверное, поеду без машины. Просто на такси. Так будет удобнее. Я решила надеть вот эту вот юбочку. Она очень круто подчеркивает фигуру. Как раз с сапожками. Самое то. Очень люблю эту юбку. Очень часто ношу её. Я сейчас вам по-быстрому покажу свой лук. Потому что очень сильно опаздываю. Я надела чёрную мальчику. Заправила её в юбку. Получилось очень красиво. Единственный момент. Здесь у меня капроновые колготки. Обычно эту юбку я ношу с тёплыми колготками. Но сегодня я их не нашла. Поэтому надела с капроновыми. Так как юбка короткая, обычно с тёплыми ношу. Но в этот раз пусть будет так. Вечером уже значительно похолодало. В городе людей было очень мало. Так как будничный день. Плюс ещё холодно. Что-то мы не рассчитали, что вечером будет настолько холодно. Немножко походили по магазинам. Но я так и ничего не купила, если честно. Ничего не приглянулась. Вроде смотрела, смотрела, засматривалась. Но так и ничего не взяла. И посидели, покушали. Паста была достаточно вкусная. Это Central Baku, по-моему, так называется. Атмосферненько здесь. Я уже дома, мои хорошие. Уже потихоньку буду смывать макияж и ложиться спать. Не знаю, сколько там материалов получилось. Но в городе я вообще не снимала. Только фотку сделала. И то, знаете, буквально за 2 секунды. И классная фотка, кстати, получилась. Вот она. Я ее выложила в Instagram к себе. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!